За Ореховой Рощей нет ежедневного присмотра, и это бросается в глаза. Меня интересует, вот скажи мне, на сегодняшний день, есть смотритель здесь, нет? Нет, смотрителя днем нет, есть только сорок. Сорок не пойдет, должен быть смотритель. Значит, в любую форму, успевайте, помечайте, заводите человека, который будет ходить, обходить, и за этим за всем смотрит. Теперь смотрим вот за порядком. Смотрите вот на входе, пожалуйста, раз. Видите, теперь здесь должна быть табличка. Режим работы раз, теперь кто ухаживает. То есть человек увидел, у нас большинство граждан законопослушных, увидел человек, допустим, сломали фонарь. Вот здесь есть телефон, вот здесь должна быть табличка, что ответственны за содержание. Санитарное состояние такое-то, электрооборудование такое-то, лавочки такое-то. Пошли дальше. В работе коммунальщиков и озеленителей глава ставит тройку. Парку явно не хватает лавочек. Выцвевшие газоны и пустые клумбы. Не такой должна быть эта красивая, окруженная зеленью территория у моря. Приезд мэра совпадает с городским мероприятием. Литературная Анапа любит собираться в Орешки. Сергей Павлович, общаясь с библиотекарями и молодежью, интересуется, каким бы они хотели видеть парк. Все замечания и предложения на карандаш. Редкие опоры освещения, как руководство к действию. Продумать оригинальное световое решение – еще одно поручение главы. Вот здесь надо добавить освещение. И вот сюда, вот сюда тоже, вот смотри, фонарь, сколько. Один фонарь на всю эту. И может быть не освещение, а может быть декоративную подсветку. Вот сейчас несколько полуфодук, а все это останется, только вот это зелье. Реконструкции требует и автоматическая система полива. Несколько лет назад она была смонтирована неправильно. И сегодня вместо пышных зеленых газонов такие вот клочки.